Она просто непостижима, и поэтому его можно только лишь чувствовать, как можно только лишь чувствовать любовь, как можно лишь только чувствовать какие-то другие переживания, например, ненависть и какую-то привязанность. Это был российский паспорт, но она ехала в Байконур, ее не пропустили, а так и судьба ей не известна. Бережения, которыми были, ехать на прорыв, в неизвестность, так скажем, я не знал, пропускают ли через границу. Как бы для меня это такой был живой пример, то есть там чужой человек совершенно, и здесь чужой человек совершенно, и вот с меня не взял ни копейки. Иконы в рельефе. Предложил ее сам Егор, да? Благодаря Александру я бы икону такую не слепил, однозначно, потому что тут закон абсолютно противоречит анатомии. Здравствуйте, меня зовут Александр Лендов. Я в этом году закончил магистратуру Самарской духовной семинарии. Приехал я сюда из Самары. Сам я жил до поступления в семинарию в Казахстане, в Кустанайе. Владыка Анатолий, наш епископ Кустанайский-Руднинский, благословил меня на поступление в духовную семинарию в 2014 году. И вот я ее с успешными оценками закончил в 2020. Ну и здесь, конечно, такие события, что как бы исторические, мы все с вами переживаем вот эту эпидемию. Вроде бы, конечно, это все ужасает и наводит такой вот и страх в то же время, но и в то же время придает некие такие романтические нотки для всех. Ну и самое главное для меня вот в этом году получилось то, что я закончил магистратуру дистанционно. Вот как-то вот пришли к таким вот снисхождениям и не потребовали нашего очного присутствия. И нашли компромиссы. И я собираюсь становиться православным священником. Для меня эта стезя уже выбрана давно. Но я непосредственно вот себя в другой какой-то сфере и даже и не вижу и не видел никогда. Потому что моя жизнь, она всегда была, всегда свои мысли, всегда свои какие-то воззрения, какие-то поступки, осмысление своих поступков. Я связывал с Творцом. Я всегда был уверен в том, что Он есть, Он существует. Это мы существуем, а Он наш Творец. То есть Он существует, это говорить в принципе некорректно. Существуем мы, а Он вне бытия. Это высшая субстанция, которая для понимания, для достижения какими-то пытливыми человеческими размышлениями, она просто непостижима. И поэтому его можно только лишь чувствовать, как можно только лишь чувствовать любовь, как можно лишь только чувствовать какие-то другие переживания, например, ненависть и какую-то привязанность к особому какому-то, может быть, месту или может быть, какому-то явлению к музыке, жанру музыки. Или, допустим, к направлению искусства, искусство живописи или искусство скульптуры. Я, приехавший в таком разгаре уже пандемии, вот этого самого коронавируса, нас, естественно, все позакрывали. Все позакрывали на карантин. Я остался без источника заработка, без средств к существованию. Ну и также мое место обучения, духовный семинарий тоже закрыли на карантин. И я даже не мог как бы поселиться в этом общежитии там хотя бы на какое-то время. Я принял решение на свои последние сбережения, которые у меня были, ехать на прорыв в неизвестность, так скажем. Я не знал, пропускают ли через границу, я не знал, доеду ли я вообще и хватит ли мне средств. Самара и Кустана это все-таки не такое уж ближнее расстояние. Это когда ты садишься на поезд и как бы едешь, да, вот наши современные реалии, они как бы, они все были напрочь порушены в этот момент. То есть как бы пропало вот это чувство абсолютной безопасности, знаешь, Егор, вот как бы понимаешь, что ты и вот он мир, короче, и ты, ну, в общем, ты в неизвестность едешь. Самое главное, я вот хочу отметить, даже подчеркнуть вот это вот явление, то, что таксисты, там, дело в том, что автобусы и поезда отменили же сразу же, как только закрыли границы. И, соответственно, я приехал сначала на ЖД в Самаре, потом я поехал на автовокзал, когда я узнал, что нет поездов. Вот, и я поехал на автовокзал и узнал, что нет автобуса, я думал, а как же мне теперь добираться, и я с надеждой пошел к таксистам, с надеждой, действительно, вдруг, может быть, кто-то едет до Уральска. И мне один таксист сказал, что да, одна машина ездит, ездит, сейчас едет, в смысле, вот, уже набирает он каких-то пассажиров. Вот, и он, меня с ним свели, и он мне говорит, значит, обычно они брали тысячи рублей с человека до Уральска, до самого Уральска, то есть, Самара, Уральск, тебя довезут до адреса, тысяча рублей с тебя возьму с человека. А здесь он говорит, две тысячи с человека до границы, в смысле, а если меня не пропустят, например, да, вот, и как тогда быть, и, то есть, как бы, здесь люди, человек, вот, наживается, на, грубо говоря, на безвыходности, а какая тебе, собственно, разница, за тысячу ты довезешь человека или за две, наоборот, ты должен, как бы, вот, состояние пандемии, да, как бы, скидочку, может, 800, там, да, человек поедет в неизвестность, в общем, не суть, в общем, далее, я, значит, перехожу успешно границу с этими пассажирами, а, самое главное, что там одну тетечку не пропустили, у нее там был российский паспорт, но она ехала в Байконур, вот, ее не пропустили, а так и судьба ее неизвестна, не для меня, вот, ну, я думаю, что пропустили, все нормально, вот, и когда, значит, мы переходим границу, значит, на Казахстане, все, мы всю регистрацию, все прошли, вот, и когда, значит, вот этого, второго человека, с которым я шел, он, значит, говорит, я заказал такси, говорит, сейчас я поговорю, может быть, говорит, и тебя возьмут тоже, как бы, следом, и когда, значит, я подошел, я водителю, когда он меня уже привез на жидовокзал, я говорю, сколько я вам должен, он говорит, да ладно, говорит, в общем, сочтемся, то есть, вот этот, для меня, как бы, это показатель менталитета российского народа, российского обывателя и нашего, казахстанского, то есть, они понимают, что сейчас беда, сейчас не время наживаться, вот, как бы, для меня это такой был живой пример, то есть, там чужой человек совершенно, и здесь чужой человек совершенно, да, и он с меня не взял ни копейки, и с того тоже человека он тоже не взял, хотя он был таксистом, в принципе, вот, он тоже не взял ни копейку, он предлагал, он говорит, да, говорит, ладно, оставьте, говорит, пригодится, вот, а он там, видимо, или по делам, или он кого-то довозил до границы, может, нас по пути просто взял, ну, не важно, то есть, для меня это был показатель казахстанского обывателя и российского обывателя, насколько наши народы поменялись за вот эти вот годы развала Советского Союза, и что дальше, я, да, я доехал на такси до Актюбинска, потому что на поезд я опоздал, потом я этот, на этот поезд я уже сел в Актюбинске, вот, и в Актюбинске, как бы, с Актюбинска я доехал до Кустаная, слава Богу, вот, добрался до дома, вот, и все успешно, и, в общем, домой я приехал, и нету, естественно, ни работы в церкви, там, у нас епископ Анатолий наш, он находился в этот момент в Москве, его, естественно, тоже не пропустили через границу, вот, он там, все в Москве, да в Москве, вот, и, в общем, меня на работу в церковь не принимали, то есть, мне не платили зарплату, потому что нету руководителя, не могут, вот, они официально, как бы, и в этот вопрос, и не знаю, почему нельзя было решить, но, в общем, на совести этих людей. Далее, значит, я в поисках какого-то занятия, я, вот, прогуливался по Кустанаю и натыкаюсь на объявление, что, вот, роспись стен, фрески, а в Самаре, я также, параллельно учась в духовной семинарии, я работал на роспись храмов, вот, мы занимались росписьми стен, фрески, так скажем, да, но фреска, это немножко другое, там, техническое понятие. И, да, я зашел в эту мастерскую, познакомился здесь с Егором, с Катей, сначала с Катей я познакомился, потом с Егором она меня познакомила, вот, и, значит, потом Егор мне предложил, значит, говорит, работы нету никакой, ну, вот, приходи, там, мы с ним занимались росписями багетов, вот, а потом, значит, в ходе вот этого разговора, все, вот, и у нас родилась такая идея, как это было, я теперь что-то не особо помню, ну, идея, в общем, родилась в создании иконы в рельефе, и предложил ее сам Егор, да, по-моему, ты предложил, вот, создание иконы в рельефе, и я тогда сразу был, как бы, не особо этому и рад, и, может, даже как-то и не особо, как холодно отнесся к этому, в общем, потому что я знаю, что иконы в рельефе, они все выглядят, не соответствуют ни канонам, во-первых, ни академическому какому-то, там, почему-то, вот, их создатели, они игнорируют и то, и другое одновременно, вот, и это какое-то такое все выглядит, ну, простите за грубость, ну, что, неправильно скажу, пошло, все выглядит очень пошло, вот, и, действительно, ну, мы решили работать с Егором вместе, вот, Егор не даст соврать, мы, вот, иногда не хватало даже и терпения, да, когда, там, какие-то, там, были, там, что-то вот, что, все невозможно, да, то есть, потому что это очень сложно, для самого Егора было очень сложно, ну, сам, вот, расскажи, как это... Ну, для меня это было первое, ну, новинка, я этим никогда не занимался, я, как бы, по образованию скульптор, проходил, конечно, анатомию, барельеф и тому подобное, но тут я столкнулся с необычным рельефом, для меня это было вообще что-то новое, необъятное, но, естественно, благодаря Александру, я бы икону такую не слепил, однозначно, потому что тут закон абсолютно противоречит анатомии, тут обратная перспектива идет, ну, все по-другому, для меня это был... Абсолютно, да, потому что я и смотрел в интернете, как делают барельефы икон, там или академически выполняют, ну, или уродуют, так можно сказать, иконы. Так что, как бы, мы создали что-то новое, я так считаю. Да, идея эта, она принадлежит, на самом деле, владыке Анатолию, нашему епископу, бывшему, его 25 августа решением синода отправили на покой, вот, по состоянию здоровья, что ли, я точно не знаю формулировку, вот, и она мне не особо интересна, потому что руководителя нет, ну, и, ну, нет, и нет, ну, у нас руководитель сейчас-то, в данный момент, сам, непосредственно, митрополит Александр Астанайский-Казахстанский. Икона для, в принципе, мы, как бы, старались передать характер канонического письма, именно канонического изображения в иконописи, а это именно, как ее называют, обратная перспектива, но там, скорее, не обратная перспектива, а более какая-то, вот, гармоничное сочетание обратной, прямой перспективы. Она заключается, вот, именно в том, чтобы свет, он падал, именно в изображении, свет падал ни сверху, ни сбоку, ни снизу, а как будто бы проникал из тьмы, и так вот, то есть он, как бы, свет не падает, а является, вот, нам является, выступает, да. Обратная перспектива, чтобы понятно было, что такое, обратная перспектива. Обратная перспектива, ну, это как вот негатив фото, вот, негатив фото. Но здесь же, мы же, когда смотрим на икону, это же не, ну, именно изображение лика, то есть, вот, вот в чем. А обратная перспектива, там, изображение композиционное, то есть, когда, допустим, здание не отдаляется в определенными моментами, а приближается, то есть, как будто бы, вот, ну, шиворот на выбор. И, в принципе, а в иконописи, так скажем, это всегда учитывается, да? В канонической, да, всегда учитывается. То есть, не в данной ситуации при барельефе, но и в общем написании. В написании, именно, да, в барельефе этого, в принципе, когда-то оно существовало в Владимира Суздальском зодчестве, это до монгольского периода, там есть поясные изображения, которые более-менее, как бы, соответствуют. Но, опять, это все, до наших дней мало что сохранилось, и мастера, как бы, не учитывают, что ли, эти моменты, или, может быть, их даже и не видят, или не понимают. Наша задача с Егором была в том, чтобы передать человеку, вот, именно, как вот этот свет выходит из тьмы, из мрака, как бы он нам является, не падает на изображение, а то есть, само изображение является светом. Когда мы это как обнаружили на своей, вот, и собственной работе, когда мы, значит, попробовали навести именно тот свет, который на иконе, чтобы именно так вот на нее падало, чтобы вот эти теневые части, вот здесь, допустим, теневая часть на иконе, и с этой стороны теневая часть на иконе, и с этой стороны теневая часть на иконе. И Егор говорит, как они так интересно сделали со светом, что, получается, мы попробовали просветить прямо, у нас теневой части вообще не осталось, вот, и получается так, что мы вытащили световые части, которые на иконе, мы их вытащили, а то, что было в тени, мы их углубили. И у нас вот получилось именно то, что, в принципе, ломает все понятия в рельефе, в скульптуре и вообще в живопись, вот, экономическая иконопись, она ломает понятия в живописи, в академической, ломает понятия. А теперь мы еще и сломали понятия в рельефе. И мы, как бы, и вот, Егор, расскажи мнение, допустим, других, вот, как ты вот рассказывал. Да, скульптур, скульптур. Да, конечно. Ну, по-говорю, я тебя перебил, чтобы понятно было, ты сейчас, скажешь, как бы фокус-группу такую организовал людей, которые выражали свое мнение с точки зрения, вот, то, что мы сейчас не устраиваем. Да, ну, конечно, художники ко мне в гости заходят периодически. Приходил Владимир Николаевич Барабанов, он был в восторге от этой иконы. Ну, также, конечно, подчеркнул своего отца, так как он член Союза художников в Казахстане и является скульптором. Он сказал на бесценно, потому что такого он никогда не видел. А сам не пробовал? Нет, нет, он не занимался иконами. Как вы так научно к этому уже подошли, с точки зрения? Да, ну, опять же, я и спрашивал и у обычных людей, ну, не художников, да, они говорят, что оно божественно. Ну, конечно, тут многие восхваления идут. Ну, я, по большей части, так вот доверяю Александру, потому что я с этим не сталкивался никогда. Он у нас мастер с образованием. Как бы с ним мы и создали вот этот образ в рельефе. У нас, получается, когда мы начали работать, думали, как же вот все-таки передать вот эту вот пластичность и плоскость изображения для человека, который либо слабо видит, либо не видит вообще. Тактильные и тактильные ощущения. Да, именно тактильные ощущения. То есть, вот, когда, допустим, человек зрячий смотрит на икону, он видит определенную, как бы, ну, то, что не соответствует это обычному виду человека. Он видит некий силуэт, который напоминает человека. Это выглядит прекрасно, это выглядит божественно, но он понимает, что это не живой человек. То есть, это изображение святого, это изображение того, кто достиг святости, обожествления. Это изображение... И опять же, почему именно в иконописи такое отношение? Чтобы стереть чувственное настроение к тому, кому ты обращаешься, к этому изображению. То есть, почему именно выбрали такое направление? Оно существовало давно и в Византии, оно и было разработано в Византии. И были изображения не только икон. То есть, вот этот вот стиль и способ, он просто был выбран из, можно сказать, из множества различных направлений в искусстве тогда, в античности, христианами выбран был именно вот этот. Почему? Потому что оно как бы передает состояние одухотворенности персонажа, изображенного именно на... К тому, кому мы обращаемся, мы также не должны испытывать каких-то чувственных влечений. То есть, мы не можем смотреть на, например, на святого, на Богородицу и говорить, ах, какая красивая девушка. То есть, как бы вот... Не должно быть, это должно быть... Чтобы мысли не создаётся. То есть, этот образ был изначально создан, да, чтобы такой-то жизнь... Чтобы такой мысли не было, да, да. Потому что, да, вот смотришь икона, да, понимаешь, что икона, понимаешь, что изображена Богородица, там, Христос, Мария Египетская, да. Есть, где, допустим, вот Василия Блаженного Московского, изображено, например, где он там обнажённый, да. Но если мы изобразим Василия Блаженного в академическом стиле, да, обнажённого, то, вы меня извините, это получится порнография. Ну да. Вот. А в иконописи это всё, как бы, это всё приемлемо. Вот. Именно в каноническом стиле. Поэтому только вот... Церковью должен быть принимаем только именно, как бы, канонический стиль изображения. Ну, у нас есть академические иконы, которые и чудотворными являются. У нас был сложный период, у нас, я имею в виду, и мы в церковном искусстве, был сложный период, когда каноническому письму настолько сильно охладели, или даже вот в 18 веке относились с какой-то небрежительностью, с непониманием. Считали, что это нужно истребить, что это примитивизм, что это родилось именно из-за того, что все занимаются этим, кому ни попадя, а мы должны вот стремиться на Запад и изображать именно так, как вот изображают на Западе. Интересно, влияние Запада всегда пришло. Да, 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 да. И наша русская икона, наш русский стиль, который был рожден именно такими знаменитыми, как преподобный Андрей Рублев, Данил Черный, Дионисий, он был просто порушен, он был просто попран, забыт, выкинут куда-то в какой-то долгий ящик и возродился, как вы думали бы, именно советский период в 50-е годы, благодаря деятельности архимандрита Зинона и монахини Иолиании. Она занималась именно возрождением вот этой канонического письма. Также в селе Палих родился новый русский стиль, так он и называется, Палих, который как бы соединяет в себе множество канонических. Там в каноническом письме есть тоже свои особенности, свои стили, свои эпохи. И вон он объединяет в себе множество стилей и даже объединяет в себе русскую живопись, как Гжель, Хохламу. То есть художники, которые были репрессированы, они были туда сосланы специально с целью для того, чтобы производить такое приглотное искусство, как шкатулки всякие, сувениры и так далее. И вон они были собраны со всего Советского Союза. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Я в этом плане не особо-то историк. Но у нас есть наш чисто русский стиль, это Палих. У нас есть также чисто наша русская классическая московская школа. И есть оружейная палата. Есть особенности стилей, где там может быть какие-то... В основном отличаются это способами нанесения красок, последовательностями нанесения красок особенных тонов, особенных цветов. Напоследок, конечно, хотелось бы пожелать Егору дальнейших творческих успехов. И, конечно, я думаю, что это наша не последняя работа совместная. Вот. И как бы... В этом... Этот стиль нужно разрабатывать, этот стиль нужно дорабатывать, его нужно... И как бы находить свои какие-то особенные нюансы, вот. И понимание стиля. Так, чтобы донести до того, кто хочет, допустим, это перенять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!